у тебя наручники есть одна из мусора мент здорово дамочки мне придется вас оштрафовать да вы наркоман молодой человек ты как вообще относишься к сотрудникам дпс хорошо смотри я тебя вижу ну как своему же не говорится уточните прямо право показывать скидывайте номер карту александр александрович превышен лимит в чат-рулетки я вынужден вас оштрафовать очень красиво а а а а а а а а Всем привет! Хочу сказать спасибо, что смотрите меня, пишите комментарии, продолжайте. Совсем немного не хватает до 30 тысяч подписчиков. Давайте сделаем это. Я знаю, что многие меня смотрят, будучи неподписанными. Не надо так, подпишитесь. 1500 человек, и вы сделаете меня счастливым. Спасибо за поддержку на прошлом стриме Александру, ну а спонсором этого выпуска является опять мне непоколебим. Спасибо тебе тоже. Я нормально так запарился над этим видео, особенно над качеством звучания гитары, поэтому слушать рекомендую в наушниках. Оцените этот ролик по достоинству. Теперь жми лайк. Поехали. Таааак, стоп. Превышена допустимая норма весового контроля. Охо, весового контроля, ёбай. Я вынужден вас оштрафовать. Вы будете приговорены к одной минуте игры на гитаре от меня. Ууу, давайте, мы согласны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опа! Дамочки, мне придется вас оштрафовать. Облутенка. Культурно вычиваем. Вы превысили предельно допустимые значения красоты. А позволь поинтересоваться, тебя как зовут? Ух ебает, чушь его, повторяй-то. Ну, Олимпиаду целую запустил. Классная шутка. Вы молодец. Мусора. Какие мусора? Ну-ка, ты че там, а? Мусорок. А кто ты еще? Ты мусор. Давай ты вот так не разговаривай. Я все вижу. Оштрафуй. Насколько? Мусор. Превышен лимит долгов в чат-рулетке. Я вынужден вас оштрафовать. Понятно. Мусорок не получится. Либо скидывайте 10 тысяч рублей мне прямо сейчас на карту. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Все хорошо. У вас как? У меня отлично. Вы куда вообще путь держите мне, скажите? Никуда. Как это никуда? Любой человек держит куда-то путь. Я пока не определился своим путем. Путем? Я вас понял. Ну, раз вы не определились, значит, я смогу что-нибудь для вас сыграть на гитаре. Давайте. Только что. Любую песню, которую вы сможете сыграть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Очень круто. Рад служить. Ребятки, останавливаемся, давайте проезжаем, останавливаемся. А мы стоим на месте. Мы уже стоим, давай. Так, ребят, куда путь держите, ну-ка. Что, там паспорт показывает? Нет, там что-то много. Что, оно у меня не работает? О! Право показывать? Право показывать, конечно. У меня лишили прав в сентябре месяце, да, допустим. Я через год могу теорию пересдать. Да, конечно. А если, допустим, не сдам, сколько будет стоить по деньгам? Вы сейчас на что намекаете? Не, ну, я просто, допустим, первый раз не сдал теорию, допустим. Ну, не могу выучить билеты. Так. Ну, хочу вот купить теорию. Сколько будет стоить, примерно? Россия! Александр Александрович. Да, 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 да. Твоего отца зовут Саша? Да. И тебя он назвал Саша? Да. Прикольный у тебя отец. И родился 31 декабря. Тогда поздравляю вас с прошедшим. Спасибо. Новым годом. Вы сейчас намекаете на взятку, я правильно понимаю? Ну, да. Ну, взятку сколько будет стоить? Ну, чтобы я теорию сдал. Так, ну, вообще, по-хорошему, чужим людям это будет стоить дорого. Легче это будет сделать через человека, который... Ну, через своего. Да, конечно, через своего. Не, ну, а так вот сколько будет? Если вы хотите, мы можем прямо сейчас решить этот вопрос. 8-908-04. 10-908-04. 6-708-04. для красота красота здравствуйте как ваши дела что вам сыграть на гитаре наши любое что будет такое романтическое и и и и и и и и козырная шестерка здравствуйте давай чё-то такое чё хочешь братуха, сыграй чё больше всего нравится я сам гитарист так что восприниму любую это 14 лет на written Фингерстайл, значит, то есть... Фингерстайл, все правильно. А чем ты из такой музыки, из тяжелой, знаешь что-нибудь? Ну, там, рок-то, что-нибудь такое. Металлика. Давай, во! Энтерседмант знаешь? Да нет, что знаю, ты что. Энтерседмант. Здорово, классно. Спасибо, рад служить. Спасибо. Меня в 40 лет только посадили. Что, Сэр, за что? За что сидели? Да какая тебе разница? Ни гадского, ни блядского за дядька нету. Слушай, такое вот хобби у меня есть, я пишу стихи и песни. Так. Так. Подробнее. На формате А4, да? В южлярах. Позволишь, прочитаю? Стих? Ну да. Собственного сочинения. Я с удовольствием готов послушать его. Из купленных последней сигаретой по легким пробегусь клубами дыма. В отделе хлебным позвенил. В отделе хлебном позвенев, отдам монеты. За булку хлеба улетел пятиалтынный. Мурлык, как к ноге, прижмется кошка. На кухне женщина моя опять колдует. Выдумывает что-то понемножку из ничего, но к ужину да что-то будет. Бензина в баке полтора стакана добраться, чтобы мог я на работу. Об этом не узнает моя мама. Да и отца в известность ставить неохота. Не раз я убеждался, что Всевышний нам помогает лишь в минуты пика. Знать не настало еще мой миг капризный. И не видать за поворотом зло и лихо. Вот такие хали-гали. Очень, очень красиво. Это вы в тюрьме придумывали? Нет, это я уже на воле придумал. Там в тюрьме много чего писал. Но могли бы сказать, что в тюрьме была бы такая бандитская романтика. Да нет, хотите бандитскую, сейчас сляпаем, не вопрос. Давайте бандитскую романтику, конечно. А, бандитскую? Ну нет, я не урчал, не мурчал. Что-нибудь такое? Можно про мать? Про мать? Да. У меня есть канал на ютубе. Там есть хорошая песня у меня про мать. Моя песня. Мами на ладони называется. Канал называется Дмитрий Митяй. Дмитрий Митяй. Сколько там подписчиков у вас? Ну, не знаю, человек, 10, наверное, так будет. Человек, не тысяч. Не-не-не-не, что-то касается. Дмитрий Митяй. Да-да. Дмитрий Митяй, хорошо. Сейчас даже, нет, на память я его сейчас не вспомню, потому что он был, знаешь, сразу написан, и чтобы не забыть, исполнен, понимаешь? И я его на память навряд ли исполню. Но вот такую-то и лирику тебе придает сейчас. Сколько в жизни мест ты сменишь? Невозможно предсказать, но всегда с тобой и будут в памяти. Отец и мать. Разве сможешь позабыть ты, как к утру глаз не сомкнут, мама ждет тебя, волнуюсь, к хрусталю окна прильнув? Как отец, нахмурив брови, тихо скажет. Ты, сынок, стал большим. И жизни море унесет. Дай только срок. Время шло. Летели годы. Посидела голова. Но родительской тревоги не забыть нам никогда. Очень, очень красиво. Я на самом деле поражен, как может быть такое, что вот такие взрослые мужчины, бородатые, пишут такие красивые стихи, что... Мне однажды сказали, что ты что, жалуешься? Я говорю, нет, я пишу правду, но хочу написать ее красиво. В общем, стихи честные про меня все. Вот так вот. Круто, круто. Спасибо вам большое за общение. Очень классные стихи. Не бросайте это. Все, доброго. YouTube-канал Дмитрий Митяй, правильно? Дмитрий Митяй, да. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Ребят, не реклама. Я этого человека вижу впервые. Я еще не заходил туда, но вы сами сейчас можете посмотреть, что человек мега позитивный, скромный, спокойный. И давайте просто ему сделаем приятное. Я не знаю, у него 250 человек. Давайте хотя бы 100-200 человек подпишется. Вы представляете, как он обрадуется? Вот что вам стоит сейчас взять, подписаться на него? Ну, давайте вместе. Вот я прямо сейчас это сделаю. Напишите ему в комментариях, что пришли от меня. Подпишитесь, поставьте лайк. Мне аж самому с тобой интересно, что там. Давайте посмотрим вместе. Субтитры сделал DimaTorzok